Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала! Продолжаем тему энтропия и негантропия Лизы Ренея. И я сейчас вам напомню, эти два слова у нас воспринимаются нами как Энтропия в термодинамике – функция состояния термодинамической системы, определяющая меру необратимого рассеивания энергии. Энтропия может интерпретироваться как мера неопределенности или неупорядоченности системы. Простыми словами, энтропию можно считать мерой беспорядка. Чем она больше, тем больше беспорядка. Если энтропия растет, это значит усиливается беспорядок. Негантропия – понятие противоположной энтропии. Простыми словами, означает меру упорядоченности и организованности системы. Теперь мы приступим к нашей теме, когда мы поняли уже, напомнили себе, что это такое. Сегодняшняя тема – метатронический разворот. Продолжение статьи «Энтропия и негантропия». Метатронический разворот – это система энтропийной архитектуры, предназначенная для отклонения сознания от оригинального божественного проекта Христа древовидной сети 12 и проявления закрытой системы форм жизни Антихриста. Как оригинальная программа творения кристального божественного источника, изменена или модифицирована в результате потери энергии, нарушается способность к самовосстановлению и повышению. Это в конечном итоге ведет к энергетическому коллапсу или внутренней амплазии системы проекта, что проявляется как падение сознания и впоследствии как возможное уничтожение. Черная материя, проявленная в низших измерениях, это связано с потоками бессознательных, без личных сил, стихий и пустых оболочек, спутанных с нижними иерархиями духов. Это один из путей понять, как чрезмерное количество черной материи, состоящее из голодных призраков, теневых существ и сатанинской иерархии, стало захороненным и пойманным в ловушку в земном теле. Изменение архитектуры открытой системы кристального кода означает, что появляется возможность ограничения поступления энергии к светому телу человека. Измененное кодирование, записанное в планетарном теле, не позволяет циркулировать или получать энергию непосредственно из вечного божественного источника. Метатронические существа или существа антихриста, отключенные от вечного источника, должны высасывать энергию из других существ и систем. Амнипость они постепенно съедают самих себя. Поэтому, когда в конечном итоге приходит конец цикла эволюции, продолжительность их жизни ограничена. Падшее сознание, такое как упадших ангелов, и духа самозванца, обусловлено конфигурациями метатронических кодов на планете. Эти конфигурации являются результатом чрезмерного злоупотребления свободной волей, противосостоящей божественному плану и намерениям божественного источника. Эти циклы эволюции, противостояние негативной полярности, достигло момента огромной потери энергии, которую невозможно восполнить. Существа, отказывающие восстановить себя в процессе более высокого развития в конце цикла, ставят под угрозу свою способность вернуться в вечное выражение жизни и продолжить свое существование в пределах космического порядка. Это мутация метатронического разворота и, к сожалению, для любого существа, которое стремится к вознесению в кристальную спираль вечной жизни, это модифицированное кодирование, также проявляющееся в хищническом мышлении, блокирует высший потенциал сознания или препятствует ему. Когда это происходит, проявленное существо не способно выражать свою душу и наивысшую цель поддержания космического порядка. Это состояние падшего сознания. Метатронические частоты не просто являются проблемой на планете Земля, но и простираются на многие уровни многомерной анатомии матрицы универсального времени. Энтропийно закодированные метатронические спирали. В течение последних пяти тысяч лет наша планета функционировала в закрытой системе би-волны с ограниченным энергоснабжением, потреблением энергии других и формированием паразитарных отношений. Она в огромных пропорциях расширялась на нашей планете. Такой энергетический дисбаланс был преднамеренно запрограммирован диспетчерами негативной инопланетной программы для искажения органических отношений между спинами вращения электронов вокруг протонов. Энергия жизненной силы захватывалась диспетчерами посредством кодирования и неорганической архитектуры с помощью биполярной геометрии Весика Писес. Захваченная архитектура Весика Писес продолжала, поддерживала двоичный код, заблокировав нашу планету так, чтобы код троичной волны не мог достичь ее. Это способствовало созданию измененных и разделенных паттернов, постоянно фрагментирующих человеческий вид многих измерений. С началом вторжения негативной инопланетной программы и войн между соперничающими внепланетными видами в планетарное морфо-генетическое поле были записаны коды, цель которых состояла в изменении ДНК человека и генетической мутации и манипуляции с оригинальным божественным проектом человека. В сущности других измерений с целью захватывать, выкачивать и воровать энергию планетарного тела и самого человечества использовали последовательность Фибоначчи и создали энергетические волновые спирали искусственного интеллекта. Эти искусственно созданные спирали Фибоначчи работают посредством инопланетного оборудования и технологии искусственного интеллекта, являясь неорганическими и паразитарными. Так были созданы поля метатронического разворота, а также враждебное сферот или искусственное древо жизни, представленные в учении кабалы и популяризованные темными магами, такими как Айстер, Алейстер, Кроули. Метатронические коды основаны на двух сферах воздействия биволны или Весикописес вместо трех сфер вечной жизни или воздействия троичной волны. Метатронические коды проявляются в полном изменении соотношений меркаба, что вынуждает меркаба людей вращаться таким способом, который препятствует вознесению. С момента бифуркации распознавания энтеротропийных систем метатронического разворота, основанных на биволновых закрытых системах и признание негантропических систем кристальной спирали, основанных на три волновых открытых системах, крайне важно для расширения нашего сознания. Продолжение следует. Автор Лиза Ренея. Продолжение следует...